Ну а сейчас новая серия специального проекта «Путь фермера». На этот раз наша съемочная группа отправилась в одно из старейших фермерских хозяйств края, где разводят овец. Его хозяин Валерий Пахабов уверен, что животноводство не может быть убыточным при правильном подходе. Секретами успеха он поделился с Татьяной Каминской. 140 гектаров земли, из них 40 пастбища, 100 подпашней для выращивания кормов. Хозяйство Валерия Пахабова большое, а управляются втроем. Сам фермер, его жена, она сейчас в городе, повезла молоко на продажу. И его племянник Максим, он вон там, в самом конце поля, на тракторе. Чок, 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 чок. Валерий Пахабов один из пионеров фермерства нашего края. Это хозяйство он основал 25 лет назад. Держит и коров, и свиней, но основное направление сегодня – овцеводство. Фермер считает его самым рентабельным и малозатратным для нашего региона. За годы работы удалось даже улучшить местную помесь болгарской породы, скрестив ее с английской ромни-марш. Считаю, 25 лет, веду селекцию, и у меня образовался тип. Я не могу, я скромный человек, не могу назвать породой. Но какой-то тип у меня создался. Это мясо шерстного типа, флегматичное, скороспелое. Флегматичное, я подчеркнул, потому что очень легко и удобно работать с ней. Численность стада – около 500 голов. К зиме большая часть будет продана. В год хозяйство реализует около 8 тонн баранины. Часто его барашков покупают и на разведение. Вот в этом году уже заявки сформированы. У меня повезут где-то 50 голов богатол. Так. Вот, 70 голов повезут хакаси. Они развивают свое овцеводство. Может, встанут на ноги когда-то. Фермер вздыхает. В советское время поголовье овец в крае счислялось сотнями тысяч. Сегодня едва ли два десятка тысяч наберется. Ничуть не лучше положение дел с крупным рогатым скотом. Поголовье сокращается. 80 тысяч коров. 3 миллиона населения. На 37 человек одна коровка. Как она может прокормить 37 человек? Он уверен, при правильном подходе животноводство не может быть убыточным по определению. Но признается, не любит, когда начинающие бизнесмены спрашивают его, насколько выгодно сегодня заниматься сельским хозяйством. Свою выгоду он измеряет не в рублях. Ну, это, наверное, сильно спросить, допустим, того же художника. А выгодно? А он рисует, потому что, или поэт какой-то, он рисует, потому что вдохновение, да? Ну, по-разному бывает. Да нет, не по-разному. Если только по-разному, значит, у него ни хрена не получится, честно говоря. По-разному. Только по вдохновению. Любое дело надо делать с аппетитом. Для него крестьянство не работа, а образ жизни. И целая философия. Как пережили фермеры первый год санкций? Каких цен ожидать по осени? И что делать, чтобы получить грант на создание своего хозяйства? Расскажу в итоговой серии проекта. Татьяна Каминская, Павел Иваницкий, 7 канал.